МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом подробнее смотрите далее. В Оренбурге гости ресторана получили сальмонеллез. Острое заболевание диагностировано у четырех гостей заведения. Об этом сообщают в областном Роспотребнадзоре. Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала ресторана. Работа предприятия общественного питания приостановлена до решения суда. Сотрудники отстранены от работы. Ситуацией с ограждением придомовой территории в одном из дворов Оренбурга заинтересовалась прокуратура. Ранее жители дома на улице Полиничка обнесли территорию забором и установили автоматические ворота. Как эти обстоятельства привели к конфликту и что ожидает заграждение теперь, расскажет Артем Вербицкий. Проезд, который ранее считался общим, перекрыт забором и автоматическими воротами. В июне 2023 года это привело к конфликту между жителями дома на Полиничка-4 с соседями. Тогда вороты было принято решение снять. Однако спустя пять месяцев они снова находятся на своем месте. Пять месяцев назад перекрытая дорога создала трудности для проезда пожарной машины. Тогда, после предписания МЧС, ворота были убраны. Еще одной из причин демонтажа стало недовольство соседей. Из-за заграждений осложнялся доступ к другим домам квартала. По словам жителей, теперь эта проблема вернулась. Работаю вот в этом доме, и когда клиенты заезжают постоянно, ну, просят открыть, хорошо, у нас есть доступ у одного из мастеров, мы открываем, и они заезжают, потому что, ну, не всегда людям удобно заезжать именно с той стороны, с севера, с северного проезда. Один из мастеров просто у нас каким-то образом добился установки приложений, и он клиентам нашим салона открывает дверь. А так я не знаю, как люди попадают, если приезжают в гости, наверное, к жильцам дома, без проблем, а в остальные дома только с северного проезда, я думаю. Ну, вот чтобы проехать в детский сад или в поликлинику, или куда-то, вот мы ездим в объезд. Конечно, я считаю, что надо снять, потому что проезд загораживают, и люди не могут проехать в свои дома, им приходится вот так объезжать. После того, как ворота появились во второй раз, вопросом заинтересовалась прокуратура. Ведомство инициировало проверку. По поручению прокурора Оренбургской области, прокуратура Ленинского района города Оренбурга организовало проверку сведений, размещенных в СМИ о повторном размещении ограждения возле дома 4 по улице Полиничка. В сетевом издании 13 ноября 2023 года размещена публикация, содержащая сведения и подтверждающий фотоматериал о повторном размещении ворот, перекрывающих проезд со стороны улицы Полиничка во двор дома 4, вопреки требованиям контролирующих органов. В ходе организованной проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку, как действием управляющей компании, так и организации контроля должностными лицами за выполнением ранее выданного предписания. Раньше забор был сплошным. Сейчас в нем отсутствуют две секции, появилась возможность для проезда, а автоматические ворота открываются не только с ключа, который есть у жителей, но и по вызову диспетчера. Поэтому появилась возможность для проезда спецтехники. Однако вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен только после окончания проверки. Артем Вербицкий, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. Во втором полугодии 2024 года в Оренбургской области цены на ЖКУ могут увеличиться на 7,8%. Информация об изменениях размещена на сайте департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов. В ведомстве нашим коллегам из Урау-56 дали ответ. Эта процедура является ежегодной. Не факт, что именно на 7,8% будут увеличены цены на оплату ЖКУ. ФАС сначала рассмотрит предложение губернатора. Они либо примут и согласуют его, либо произведут собственный расчет. Результат станет известен в ноябре, когда будет опубликовано распоряжение правительства. В центре Оренбурга на участке между улицами Комсомольская и Пролетарская возобновили строительство апартаментов. Его приостановили весной 2022 года. Прокурорская проверка показала, что собственник не согласовал работы в инспекции госохраны объектов культурного наследия. На перепроектирование и согласование ушло два года. Территория проектирования входит в зону исторического поселения с плотной малоэтажной исторической застройкой. Будущий комплекс поделен на несколько разноэтажных зданий высотой 3-4 этажа. Для облицовки фасадов в историческом стиле будут использоваться кирпич, клинкерная плитка и штукатурка в сдержанной цветовой гамме. Самой крупной творческой организации Оренбуржья 110 лет. Уже больше века союз театральных деятелей помогает развивать и популяризировать искусство. Как заразилось объединение и чем живет сейчас, расскажет Алена Годяева. В этом театре было все. Комедии, повести, сказки и даже драма. Оренбургское региональное отделение СТД уже на протяжении многих лет радует зрителей своими спектаклями. Сегодня ему исполняется 110 лет. Оренбургский союз театральных деятелей начал свою работу в 1913 году. В разные периоды его возглавляли одни из лучших представителей театральных и литературных профессий. В состав союза входят все семь театров Оренбуржья. Сегодня он один из крупнейших общественных организаций в России. В нашей стране это самая крупная общественная организация. У нас на учете в отделении стоит больше 220 человек. То есть работающие в театрах и в Бугурслане, и в Орске, и в Оренбурге. Всех театральных профессий, конечно, и только в нашем союзе они чувствуют себя одной большой творческой семьей. Поддержка творческих начинаний, пропаганда искусства и оказание материальной помощи театрам – основные задачи союза. Приоритет организации – объединение деятелей театрального искусства по всей России. Ведь первоначально было организовано такое общество оказания пособия нуждающимся сценическим деятелями. И с тех самых пор основные задачи союза – это поддерживать творческий импульс у творческих людей, помогать. В честь юбилея в областном театре «Кукол» состоялся торжественный вечер. На праздники собрались почетные гости, ветераны сцены и просто поклонники театрального искусства. «Съюбляем союз театральных деятелей Оренбурга!» Алена Гадяева, Александр Грачев, телеканал ЮТВ. Из-за плюсовой температуры в ноябре природа начала расцветать. На деревьях набухли почки, распускаются одуванчики. О том, чем спровоцирована такая аномальная для осени погода и как долго продержится тепло, узнала София Пирогова. Ноябрь выдался неожиданно теплым. Из-за плюсовой температуры и дождей природа распускается, а погода в Оренбурге совсем не осенняя. Согласно наблюдениям синоптиков, в 2023 году ноябрь очень теплый. Заморозки и минусовая температура придут в регион только в конце месяца. Природа запуталась в сезонах. На некоторых деревьях набухли почки, зеленеет трава. Конец октября и, в принципе, первая половина ноября, практически уже половина нашей области, в основном находится под влиянием серии атлантических циклонов, достаточно мощным южным выносом. То есть у нас преобладает сейчас южный ветер, в основном это южно-юго-западное преобладающее направление. И в связи с этим у нас достаточно большой заток тепла, теплого и влажного воздуха в нашу область. По данным гидромедцентра Оренбургской области, теплая погода в регионе еще продержится. Исключением будут предстоящие выходные. Если говорить про субботу, то это минус 3, минус 8 градусов по области. И дневные здесь будет плюс 1, минус 4, а в воскресенье и дневные уже тоже будут отрицательные. Ночные также по делу 3,8, может даже похладнее 4,9, ниже 0, а уже дневные, воскресенье даже будет минус 1, минус 6 градусов. Во второй половине ноября наступит похолодание. При этом настоящей русской зимы ждать не стоит. Но снегопады все-таки возможны. Если говорить в целом про зиму, то у нас, ну и ноябрь, по прогнозу, по факту, насколько мы с вами сейчас видим, температура выше нормы. Декабрь, по прогнозу гидромедцентра России, у нас ждается ниже нормы. То есть декабрь должен быть достаточно холодным. По идее, он должен все-таки по температуре наверстать ноябрь месяц. В январе у нас будет по этому же прогнозу среднестатистическим, то есть в пределах нормы температура будет. В феврале выше нормы, в феврале должен быть теплый. А маржа опять в пределах среднем многолетних значений. С высокой долей вероятности прогноз еще будет меняться. Оренвожцам остается наблюдать теплую осень и постепенно готовиться к приходу холодов. София Пирогова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в нашем Телеграм-канале. С вами была Валерия Понасова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин